Технологии развиваются стремительно, и об этом нам говорят не сухая статистика, а революционные устройства, которыми мы привыкли пользоваться каждый день и без которых мы не можем представить наш завтрашний день. Так, в 2007 году Apple и Steve Jobs представляют самый первый iPhone. Ребят, кто бы как ни относился к iPhone в принципе, именно с этого малыша начались сенсорные телефоны, как таковые. За это мы его благодарим и в сторону откладываем, и обязательно ждем на нашем канале. В 2010 году та же самая Apple выпускает первый iPad. Про Apple iPad у меня есть немного сказанного, посмотрите по ссылке в описании, у меня есть свое мнение по этому вопросу. Обязательно посмотрите, если они смотрели. Но вот с чем совсем непонятно, так это со смарт-часами. Кто, когда и вообще зачем их создавал? Да, всем известно, что существовали в нулевых годах такие смарт-часы с маленькими резистивными экранчиками. Но это же такая херня, ребят. MBV, какие-нибудь там Microsoft и херовты, это все такая хрень. И ничего общего не имеется с смарт-часами современными. Потому что современные смарт-часы это что? Сенсорный экранчик, это приложение, это уведомления, это спорт, отслеживание тренировок, GPS. Вот это сейчас смарт-часы. Такие как Apple Watch, Samsung Galaxy Gear. И даже, если мы будем вспоминать, Android Wear имеет больше интересного, чем те самые часы из нулевых годов. Но все-таки, кто первый? Это реально интересный вопрос. И в этом понимании первыми являются только Sony Ericsson Live View. Самые первые умные смарт-часы на рынке в истории компании и в истории человечества. Поэтому мы сегодня посмотрим на них, взглянем на что они были способны. И немножко вам расскажу о них. В эфире Руди Гаджетс. Меня зовут Данил Рудый. Поехали. Гаджеты нулевых и десятых годов упаковывались очень уникально. В особенности Sony Ericsson отличалась своими коробками. В данном случае это ромбовидная какая-то непонятная красивейшая коробочка, которую мы сейчас распакуем. Из деталей из коробки мы имеем вот такой вот экзоскелет, который мы собираем самостоятельно. Часы имеют 20-мм ремешок, довольно плотный, текстильный, на липучке, резинке. По качеству говоря, это очень плотный ремешок, но в них очень сильно потеет рука. И не важно, какое сейчас время года, не важно, какая погода, это очень-очень потно и неприятно. Вставляем часы в наш экзоскелет и получаем полноценные часы. Да, это вам, конечно, не конструкция Apple Watch с их магнитными застежками, вставками, но это посложнее и поинтереснее. Совершенно непонятно решение Sony Ericsson по поводу расположения порта зарядки внизу устройства, а не сбоку, как, например, в Sony SmartWatch второго поколения. Ведь конструкция ремешка не позволяет так просто взять и зарядить часы, не доставая сами часы из экзоскелета. Вот эта подложка имеет свойство разбалтываться и расшатываться, когда мы будем доставать и досовывать часы обратно. Ведь если клипса подложка разболтается так сильно, у вас часы просто будут выпадать из вашего ремешка. Да, это будет очень обидно, если вы не заметите этого с первого раза, и в середине дня у вас часы просто пропадут. Вот так вот. Sony Ericsson предполагает ношение LiveView не только как часы, но еще как внешний микродисплей, который можно повесить на любой элемент одежды или тетрадку. Но выглядит это довольно вычурно, и останавливаться на вот таком ношении подробно я, в смысле, не вижу. Часы имеют две физические кнопки. Первая – это кнопка включения, загорающаяся разными цветами в зависимости от заряда и приложения. А вторая кнопка – это кнопка выбора того или иного приложения и управления внутри него. Часы включаются нажатием на одну лишь кнопку, и после включения мы видим старый добрый логотип Sony Ericsson. После включения нас встречает режим сопряжения, и встречать у нас будет каждый раз после каждого включения часов. Часы сопрягли со смартфоном, и вуаля, нас встречает лентообразная менюшка, которая уже управляется посредством сенсорных панелей. Лево, вправо, вверх и вниз. Выбираем приложение и управляем посредством этих панелей. Для более понятного обзора выберем приложение RSS новости и поработаем с ним. Всего у нас 7 новостей, и листаем мы их кнопками лево или вправо. Если какая-либо новость нас заинтересовала, мы просто пролистываем ее кнопкой вниз. Забыли, что-то наверху – кнопкой вверх. В самом низу есть маленькое окошечко, и если мы нажмем на него, произойдет чудо и вуаля, нас перенесет на полную версию этого сайта, этой статьи, но уже на телефоне. И большим удивлением было для меня, что даже спустя 12 лет Карл это до сих пор работает и довольно неплохо. При долгом нажатии на кнопку выбора нас приветствует музыкальный проигрыватель. Он довольно примитивен в своем управлении и в своем дизайне. Управляется сенсорными панелями, все очень просто, и давайте уже что-нибудь включим. Примитивно, но работает. Часы имеют отвратительный OLED-дисплей на 1,3 дюйма с разрешением 128х128. Это ужасный OLED-дисплей. Он некачественный и сделан просто отвратительно. И еще более отвратительный вот – это неполноценный сенсорный экран. Это какая-то урезанная бета-версия. Напоминаю, в 2010 году, в том же 2010, Apple выпускает вот такой вот обычный музыкальный проигрыватель. iPod Nano 6. А Sony выкатывает свой релизный революционный продукт в виде четырехсенсорных панелей в плане управления. Это что такое? Помимо этих проблем с экраном есть еще ужасная пикселизация и очень тусклая яркость. Ребят, у вас весь интерфейс построен на читке мелкого текста. И вы сделали экран 128х128. Камон, вы серьезно? У вас весь интерфейс построен на мелком тексте. Ничего не видно, еще и яркости не хватает. Эта яркостная недостаточность делает проблемой довольно неплохую фишку экрана и интерфейса. Как будто бы иконки что-то подсвечивает сверху. Но из-за этого при солнечном свете очень плохо видно или даже вообще не видно нижнюю часть дисплея. Да, эффект неплохой и милый. Но, почитав OPD, я опять-таки понял, что, скорее всего, это не эффект, а просто брак экрана. Да. Кастомизация часов происходит посредством одноименного с LiveView приложения Sony Ericsson LiveView. Здесь мы можем отслеживать, подключены ли наши LiveView к телефону или отключены. Также можем кастомизировать наш рабочий стол, отключать или выключать те или иные иконки. Выбрать приложение, которое будет нас всегда приветствовать на рабочем столе. А еще управлять плагинами. Это такие сторонние приложения от сторонних разработчиков, которые очень интересны, но о них чуть позже. Также мы можем управлять нашими уведомлениями. Мы можем выбирать те приложения, от которых мы хотим получать уведомления. Мы можем обновить уведомления, а также можем отметить их все как прочитанные. Самое интересное в этих часах, в этих LiveView, это, конечно же, плагины. Они же сторонние приложения от сторонних разработчиков. К сожалению, самое интересное сейчас не работает. Ни один из этих плагинов, ни тренировочные плагины, которые очень интересны, ни карты, ни погода, ничего из этого сейчас не работоспособно. Ни Gmail. И, кстати говоря, некоторые из этих плагинов не работали даже в день релиза. Поэтому нечего удивляться, гаджет и вправду был сырой и довольно грустный. Ничего из этого сейчас не работает, много из этого не работало тогда. И что уж тут поделать. Давайте перейдем потихонечку к выводам. Ну вот это примерно все, что известно о самых первых умных часах, о их минусах, о их плюсах. Причем с самого начала, с распаковки, это было довольно, как по мне, интересно. Целью этого ролика не было обосрать этот гаджет и обгадить его. Он ужасный, он отвратительный, он не похож на релизную версию, скорее на какую-то бетку. Реально, какой-то бета или альфа-версия гаджета с альфа-версией программного обеспечения на борту. Это ужасно и отвратительно. И с точки зрения управления, и с точки зрения использования, и автономности, и блютуз-соединения, и всего-всего-всего. И даже ремешка блин комплектного, это тоже провал. По мнению пользователей. Но все-таки это революционное устройство. Это первое в своем ключе устройство. Это устройство, положившее начало технологического прогресса. Это устройство, которым мы пользуемся сейчас каждый день. И без которого не можем представить наш завтрашний день. Это первые смарт-часы. И это здорово. И только благодаря такому шлаку существуют современные Apple Watch, которые стоят по 50 тысяч, и которые мы все желаем. Поэтому мы его благодарим и откладываем в сторону. Вы были на канале Руди Гаджетс. Меня зовут Данила Рудой. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин